Новое наблюдение массивного шарового скопления NGC 2808 с помощью Хаббла со всей очевидностью показывает, что в нем три звездных поколения, а не одно, как предсказывала то современная теория. Это Хаббл Каст. Новости и изображения от телескопа Хаббл агентств НАСА ИСА. Путешествия через время и пространство с нашим ведущим, доктор Джей А.К. Доктор Джулиску. Добро пожаловать в Хаббл Каст. Шаровые скопления – это первые поселенцы Мличного пути. Они родились во время формирования нашей галактики. Они представляют собой компактные звездные раи, обычно включающие сотни тысяч звезд, удерживаемых гравитацией. Долгое время астрономы думали, что в шаровых звездных скоплениях все звезды родились практически одновременно, а затем одинаково старели в относительном покое. Новое наблюдение космического телескопа Хаббл агентств НАСА ИСА показывает, что эта идея слишком проста. Анализ Хабблом массивного звездного шарового скопления NGC 2808 со всей очевидностью показывает, что вместо однократного бэйби-бума, образования звезд, случился бум-бум-бум, создав три поколения звезд в период ранней жизни скопления. Мы почти шокированы результатами. Я говорю о том, что когда мы в первый раз увидели диаграмму спектра светимости, мы сказали «вау», потому что мы не ожидали ничего подобного. Что мы всегда держали в голове, так это то, что шаровые скопления – это простые звездные системы, просто потому, что их звезды сформировались одновременно и все вместе, из одного материала и одного состава. И все звезды находятся, например, на равных расстояниях друг от друга. Я думаю, что это открытие изменит наше представление о шаровых звездных скоплениях. И в некотором смысле это краеугольный камень нового представления. Астрономы использовали камеры для специальных наблюдений телескопа Хаббл для измерения яркости, откладываемой вдоль вертикальной оси, и цвета вдоль горизонтальной, от голубого слева до красного справа. Измерения показали три разных поколения звезд, каждая из последующих слегка сдвинута в синюю часть диаграммы. Разница цвета предполагает, что у последовательных поколений звезд слегка различное содержание химических элементов. Мы не знаем, как это произошло в реальности, но возможно, что при формировании первого поколения звезд, скопление выбросило большую часть материала, который позднее упал обратно, сформировав второе поколение звезд совершенно другими химическими свойствами. Это объяснение вполне допустимо, поскольку NGC 2808 – одно из наиболее массивных скоплений галактики, которое способно удержать весь этот газ. Астрономы обычно считали, что шаровые скопления создают только одно поколение звезд, потому что энергия первой группы вычищала весь остающийся газ, который можно было бы использовать для создания новых звезд. Но массивное скопление, такое как NGC 2808, которое вдвое или втрое тяжелее обычного, вполне может удержать весь газ. Хотя астрономы нашли пока всего два шаровых звездных скопления с многочисленными звездными поколениями, они говорят, что такое поведение может оказаться типичным и для других массивных скоплений. Никто не пытается радикально пересмотреть всю предыдущую работу, но это открытие показывает, что изучение шаровых скоплений, возможно, движется в новом направлении. Команда планирует использовать очень большой телескоп Европейской научной обсерватории в Чили, чтобы изучить химический состав NGC 2808, что может подкрепить уверенность в том, что звезды формировались в разное время и, возможно, дать ключ к тому, как они сформировались. Команда также может использовать Хаббл для охоты на многие поколения примерно еще в десяти более тяжелых шаровых скоплениях. Это Доктор Джей, я завершаю Хаббл Каст. Еще раз, и вы, наверное, уже догадались, природа удивила нас больше, чем самое смелое воображение. Доктор Джей, я завершаю Хаббл Каст.